Мы в магазине Коска. Как известно, театр начинается с вешалки. Вот вы видите, сколько здесь работает сотрудников. За каждым замочком вещи сотрудников. Мы насчитали 252 ящичка. А это холодильники, где они хранят свое питание. И этот коридор ведет нас в магазин Коска. В этом магазине не разрешаются сумки. Нет никаких палет, эленовых пакетов. Все ваши покупки вы складываете в эти коробки. После того, когда пройдете кассу. Здесь продается растительный протеин, коллаген. Все для спортсменов. Батончики. Смотрели мы Савелия, вот ему пришли вот такие батончики. Это такие батончики из прессованного овса с медом. Он пожертвовал свой подарок солдатам. Не стал сам им питаться почему-то, но не оценил этот подарок. А здесь вообще очень много полезных для спортсменов пищей. Вот это протеин опять. Вот это коллаген морского происхождения. И всевозможные бары, печенюшки и батончики. Низкокалорийные, с низким содержанием сахара, с большим содержанием протеина. И клетчатки. В таких количествах он продается в Косту. А вот в этом отделе это, конечно, витамины, добавки. Здесь есть коэнзин-10 витамин для обмена веществ сердечного. Витамин D. Всякие виды магнезии. Средства для пищеварения. Вот видите, все целый ряд и все в огромных упаковках. Все для использования. Вот это все от изжоги, от аллергии. То есть на любой вкус можно найти витамины и добавки в этом магазине. Вот у кого боли в суставах, применяйте глюкозинамин. Вот она цена на него. И пабруфен. Видите, упаковка. Большая упаковка за 10 долларов. Все, кто работает тяжело, все применяют это лекарство, потому что испытывают постоянную боль. Дальше конфеты и вафли. Здесь импортные продукты чаще всего встречаются. Всевозможные знаки, белье и зимняя одежда. Вот видите, мы сильно применяем зимнюю курточку. Возможно, для путешествия в другой штат. Коска это магазин оптовой продажи, потому что все упаковки вот такие крупные. Где вы еще можете купить изюм и по такой цене? Только здесь. Такие огромные банки. И толивки, и артишоки, и сандра и томатес. These are really good. They are good, yeah, delicious. И растет пейпл 5. Ну вот цена. Я буду переходить с английского на русский. А вот уже приготовленная свекла. Этот продукт стал очень популярным. Он доказал то, что он в кроветворении участвует. Необходим для обмена веществ. Вот так ее теперь продают нам. Свеклу. Уже в готовом виде свеклу продают. Мы только что видели с вами всевозможные уксусы в китайском магазине. Вот здесь небольшое разнообразие. Такой выдержанный уксус бальзамический. Органический уксус бальзамический. И еще яблочный уксус. Вот такая цена на яблочный уксус. И вы приобретаете сразу 3 бутылки яблочного уксуса. Ну и яблочный уксус тоже здесь продается. Вот сегодня мы решили купить муку. Вот такую муку, необычную. Это мука из миндаля. Как раз в этом ряду продается и обычная мука в больших упаковках. И зачем нам нужна мука для миндаля? А затем, что мы будем готовить ко дню благодарения особый торт. Миндальной муки нам необходима для этого. Рецепт я вам дам. Потому что рецепт этот очень мощный и вкусный. И при этом это кетоновая диета. Самая модная в мире. Вот посмотрите. Масло авокадо. 20 долларов 99 центов. Вот еще маленькая упаковка масла авокадо. То есть масло можно добывать из чего угодно. Помимо оливкового. Вот. Мы ищем масло. Грейп сит. Его не найти. Оно у нас исчезло. Это тревожный факт. Но зато очень много всякого оливкового масла. Только оливковое масло. А у нас оно в употреблении не идет. Оливковое масло мы не признали. Конец. Настал масло из виноградных косточек. Это, вероятно, объясняется тем, что в Италии не урожай. Кто в Италии там, скажите нам, у вас урожай или не урожай. Но мы теряем много. У нас, слава богу, есть еще запасы этого масла. Но в магазине Кослока сегодня мы его не нашли. Разные перцы, специи. В китайском магазине мы с вами видели мачо печенье. Здесь вот мачо напиток. Японский зеленый напиток растворимый. Ну, как-то мы купили. Как-то он у нас не сильно пошел. Вот. Еще вот здесь есть английский, традиционный, черный. Посмотрите, это вот я раньше не видела. Я думаю, что баночка красивая, а там он в пакетиках. Ну, как настоящий гурман, естественно, кто же будет пить в пакетиках чай? Мы нет. Вот этот вот интересный продукт, заменитель сахара. Если вы ложечку сахара, ложечку этого продукта кладете в свой кофе, просто идеальное сочетание получается. И вот мы пришли к кофе. Для тех, кто любит кофе, настоящий, не блонд, не американо. Это колумбийский бренд Киркланд. Самый лучший кофе. Берем два. Запах стоит даже вот не надо на него нажимать. Посмотрите, он пользуется успехом. Его с утра уже весь разобрали. Дальше. Замечательный кофе Starbucks. Вот на него цена. А тот, который мы купили, цена такая же. Они сравнялись. Ну, я думаю, что наконец-то эксперты оценили, что наш кофе не хуже Starbucks. Ну, он не то, что не хуже, он намного лучше. Рекомендую. Пробуйте, если вы любите хороший кофе. Ну, сегодня здесь не блещет разнообразием, да, тоже? Цены очень высокие. Мы вот покупаем здесь еще Decaf. И причем 16 долларов он теперь. А раньше был он... Ну, это за 3 фунта. Это все равно ценно. Можно и КАФ купить, и Decaf, и Folders, и какой хотите, Maxwell House. И Dunkin' Donuts. Давай возьмем. Еще мама нашла. Ну, а что? Бери. Ну, тут кто-то вот, мама нашла какой-то хороший кофе. И сейчас выбирает, чтобы он был качественный. Но я ищу этот же кофе, чтобы он был вот на месте в своем, а найти его не могу. О, это были какие-то сладкие остатки. Вот еще один кофе мы взяли. Как выбирать кофе? Ну, в первую очередь, понюхать нужно, конечно. Прямо через вентилятор. Вот в этом мешочке. Потом посмотреть, какой это кофе обжарки. В первую очередь мы покупаем цельные зерна. Дальше. Здесь будет указана обжарка. Это средняя обжарка. Вот. И объем, цена, запах. Самое главное. И зерна. Вот. Возьмем Starbucks. Французская обжарка. Темный. Вот. Темный уже будет. Не то, что мы выбираем. И тут можно еще выбрать тоже темный. И так далее. И есть, конечно, здесь кофе в капсулах. Вариации его. И там Organic Breakfast. Вот они цены. И за предел этого не выходят. 72 капсула. Ну, вот и воду мы у меня есть. Покупаем. Вот. Kirkland Brand. Минеральная из Италии. Она стоит 15,99. И тут бутылок 24 по пол-литра. Вот. Минеральная вода. Из Франции. Ферри. И Сан-Телегрин. Это итальянская вода. Ну, Коско чего много показывать. Вот только что в сыр зайдем. Коско-то все видели. Все знают. Покажу вам сыр. Какой мы берем. Жалцберг. Вот такой хороший сыр. Бросаем его сюда. Теперь что мы еще выберем с вами. Королевская гуда. Манченго. Манченго. Вот попробуйте. Когда нет манченго. Это дорогой овечий сыр из Испании. Очень достойный. Какая цена у него. За 6 долларов фунт. И. О, здесь сыр продается. Такие сыры. И вот что я вижу впервые. Индийский сыр Верка. Не понимаете? Из Индии сыр приехал к нам. Никогда не пробовал индийский сыр. Манченго есть. А с труфелями сыра-то нету. Вот еще голландский сыр нашли. Сейчас я расскажу вам, как тут выбирать рыбу. Вот вы смотрите, да? Стилхед фреш. Это значит, что это будет у нас форель. И у нее указано, что он выращен на ферме. А потом еще начинаем читать дальше. Окажется, что ему красители добавляли в питание. То есть он уже покрашенный. Мы с вами видели вот эту рыбу. Тилапия. Вот она так выглядит, когда она с головой и с перьями. Это тилапия. Это дикая корвина. Вот кто такая дикая корвина, я вам сказать не могу. Если бы посмотреть на нее, можно было бы задуматься. Ну вот белое такое мясо на вид вкусное. Это свежий атлантический сальмон. Вот посмотрите, и цена у него же другая. Это свежий и волвин в океане. Вот такой вот сальмон. Ну как хотите, можете его выбирать. Конечно, в нем нет краски. Но есть вся таблица Менделеева из океана. Вот опять же свежая океанская махи-махи. Дальше Монгфиш. Это тоже что-то очень новое, интересное. Ну такая рыба здесь продается. А мы с вами потом посмотрим в Википедии, как Монгфиш выглядит. Вот еще очень хорошая рыбка. Вы тоже обратите на него внимание. Он продается со шкуркой. Вот в таком виде. Это дикий сальмон, опять же дикий лосось из дикой природы. Сам обладает очень красивым ярким цветом, не крашеный. Вот так выглядит мясо тунца. Эта рыба ценится очень в Японии. Она употребляется в пищу сырой в виде суши. Делается из нее тартар. Потому что любая термическая обработка делает эту рыбу несъедобной. Я сейчас медленно буду подводить вас к самому интересному. Вот это креветки. Вот это тоже креветки. Они с руками и ногами. Но выращены на фермах. Вероятнее всего в Китае. Вот такие гребешки крупного размера. Хвостики лобстера. Ну цену вы видите, да? Два хвостика 31 доллар. И прекрасная лапа краба российского, выловленного в российских водах, стоит 37 долларов. И еще одна лапа за 35 долларов. И две лапы за 31 доллар. И вот какие-то мелкие крабики, разрезанные на части. Какая у них цена? 29 за эту упаковку. Клешни дикого скального краба. Вот посмотрите, какие они цены. Ну, так как Новый год близится, давайте пройдемся, посмотрим здесь, какие вина, какие сыркающие вина, шампанские. И я просто буду вести камеру, и видите, вот мадам Клипко, вернее вдова. У нее такая цена в этом году. Розе и брут. Брут подешевле будет. Вот здесь еще одно вино. Это шампанское. Но нет. Это вино. Это из Калифорнии. Вот это тебе нравится, это шампанское, потому что оно и справится из шампании, как есть. И черный лейбл тоже есть, брут. Такое очень доступное. Здесь у нас что? Скорее всего, это Калифорния. Процесска. Нет, это Италия, это процесска. Тут очень много итальянских спарклимин. Вот, интересные такие. Дальше уже нету праздничных вина. Есть столовые и десертные. Выбор огромный. Вот, интересно, из Италии такое вино очень многообещающее. У него указан год издания, не указан. Вот, хорошее вино я нашла для вас с 2019 года. Вот, саке у нас тоже можно купить саке. Интересное вино. Ну, мы так длинно, очень избирательно, испанские берем. Сейчас не было такой цели, просто хожу с камерой и показываю. Копола. Вот мы добрались до крабов уже в коробочке. Тут, наверное, сколько их крабов помещается в коробочке. Цена у них такая. Арктический написано. Но мы знаем, что они ловятся в Беринговом море. Кто смотрит эту передачу, Deadly Catch, это мой муж смотрит эту передачу, как их ловят. А вот скалопы или же гребешки. Ну, огромная упаковка, 60 долларов, все нормально. Ну, еще в Коско много всяких продуктов, которые мы не знаем и знать не хотим, потому что это всякая заморозка. И прямо такие оптовые партии ее. Это нужно иметь какой-то промышленный морозильник, чтобы это все хранить. Даже французский луковый суп есть. Откуда от этого деваться? Сейчас мы покупаем мед. Вот я вам покажу, какой мед продается в Коско. Очень хороший мед. Обязательно смотрите, откуда этот мед. Вот такая цена. Дикие цветы. И продукт Аргентины. Но так как мы очень уважаем аргентинский мед, и тем не менее еще более уважаем наш родной, мы будем искать мед из Флориды. Посмотрите. Вот это вот мне хочется вам показать. Это соты. Это сырой мед, прямо в сотах. Если у вас есть сепаратор, можете сами выгонять мед из этих сот. Дорого он стоит. Также еще сырой мед. В упаковках в мишках. Это продукт Бразилии. В Аргентине хорошие горы. Мы знаем, там много диких цветов. И, конечно, мед будет хороший. Насчет Бразилии я не знаю. Он мне спрашивает, что это такое. Мэйпл сироп. Кленовый сироп я сейчас вам покажу. Посмотрите. С ванильным ароматом. Зачем нам кленовый сироп с ванилью? Ну, может, кто-то уже полюбил это. А мы, конечно, ценим сам по себе сироп. С ароматом этого прекрасного клена. Мэйпл сироп. Сейчас мы прочитаем, откуда он приехал. И тут очень тяжелая бутылка. Сложно найти. Я не нашла для вас. Вот еще один кленовый. Давайте посмотрим. Это Киркланд. Добавлен цвет. Амбры. И продукт Америки. Но это неудивительно. У нас клены роскошные растут. Цена на кленовый сироп такая. А здесь я так и не выяснил, откуда он приехал. Но он с ванилином. Нас это не устраивает. Дальше мы смотрим. Сироп из голубой агавы. Вот, понимаете, такая экзотика. У нас агава во дворе растет. Ну, вы знаете, вот этот цветочек, да? Джонни называет его кактусом. Это агава. А с нее можно сироп получать. И кофе с ним пить. А еще можно самогонку из него гнать. Собственно, вот агава это продукт, который в основе текилы. Тут мы уже отвлекли. Здесь у нас арахисовое масло. Но оно в виде пудры. А вы знаете, что арахисовое масло нужно растворять по меньшей мере каким-нибудь кленовым сиропом. Тогда вкус получается необычный. А вот так вот. Ну, я сейчас показала вам порошок. А здесь арахисовое масло. Видим пасты. Так вот, она такая очень густая. И тоже вот эту пасту надо разбавлять сиропом. Ну, хотите, берите кленовый сироп. Это будет очень вкусно. Ну, мы так и делаем. Видите, мы здесь делаем пасту не только из арахиса, но еще и из альмандов. Что это? Альманд, как известно, это же альманд. Альманд это миндаль. Ну, почему-то миндаль запахом миндаля не обладает. А вот посмотрите. Вот тут уже показано, что масло из миндаля и из арахиса. И все это, конечно, очень вкусно, если его разбавить сиропом. А сироп надо брать с ароматом. Ну, я думаю, что можно и сироп агавы применить. Но, конечно, мейпл сироп, это как вкусно. И вот, какой мёд мы с вами выберем сегодня. Конечно же, мёд из Флориды. Нефильтрованный мёд. Вот здесь такой объём. Вот такая цена у него. И это киркланд. Потому что мы наших пасечников поддерживаем. И вот такой мой уникальный продукт нашли. Здесь здоровый такой питательный мёд. Для похудения. Из Новой Зеландии. Да, это, конечно, для похудения. Вот. Манука Хани. Будем изучать, как его применять. Наша продуктованная корзина заполнена. Продуктованная корзина. Продуктовая корзина заполнена. Ну, мятные труфели. Ничего сладкого, ничего жирного. Ну, давайте посмотрим, что у людей в корзинках. Они покупают уже ёлочные игрушки. Видите, это большие такие фонарики. Они для ёлки на улице. Ну, и всякие украшения тоже. Вот я сейчас вам показываю. Там мишка вдали. Видите, мишка. То есть и ёлка наряженная. Но пока то, зачем мы сюда приходим перед Новым Годом, мы не увидели. А мы приходим сюда, чтобы купить розмарин. Розмарин сформированный в маленькую ёлочку. Это очень хорошая идея. Покупать здесь этот. А потом, когда сезон проходит, высаживать его в саду. Вот у меня уже три таких розмарина и одна лаванда. К Новому Году покупаем, а потом в саду укореняем. Пахнут они изумительно. Можно применять при приготовлении пищи. Вот мы посмотрели к ним в корзинку с вами. Теперь посмотрим к нам в корзинку. У нас сегодня вода. У нас сегодня Джимми Дин. Свиные колбаски. Миндальная мука. Два вида кофе. Вот мы всё-таки сливки Старбергс купили, потому что обычные сливки там по два баллона в упаковке. Вот такой мы купили мёд. Это дикавр, кофе без кофеина. Мы купили сыр голландский. Будем пробовать первый раз. У нас ничего из Франции не было сегодня. Был голландский. И сыр Джаусберг. Это сын у нас, наверное, швейцарский такой сыр. Написано, где он сделан, я не знаю. Сейчас я прочитаю. Но я не нашла. Мы называем его швейцарским. И вот очереди. Люди стоят. Их обслуживают постепенно. Для того, чтобы на кассу добраться, даже чтобы зайти в этот магазин, нужно показать карточку мембершип. И тогда вас пропускают сюда. И первое, что у вас потребуют на кассе, это тоже будет карточка мембершип. Если у вас оплата за мембершип заканчивается, вот там видите, мембершип написано, можно пойти в Customer Service, приобрести такую карточку. Если вы первый раз покупаете в Коско, нужно обязательно сфотографироваться. На карточке должен быть ваш портрет. А если вы не первый раз, вы просто на кассе доплачиваете этот взнос. И он составляет 55 долларов ежегодно. Ну вот мы выходим из магазина, и нам надо обязательно работнику показать вот такой чек. Они обязательно посчитают все, что у нас в сумке, чтобы ничего лишнего там не оказалось. Но это такой порядок на самом деле. Вот видите, поэтому я сказала, что они упаковываются в мешки. Все абсолютно открыто. Если нужно, берите коробку, чтобы это все в свою машину установить. Если не нужно, нам не нужно, потому что у нас есть уже коробка в своей машине. Вот. И еще у нас есть мешки с холодильным эффектом. Вот сейчас мужчина проверит. Это не господь. Нет, это не господь. Это не господь. О, извини. Вот здесь. Это не господь. мужчину мы показали ему чужой а чек а чек который для коска лежал прямо на нашей тележке и мы теперь смеемся над собой потому что он говорит нам это не коску ну не плотко так не паска сейчас мы идем искать нашу парковку потому что я уже забыла где мы парковались парковка как вы видите очень не заполнено очень много машин как найти съесть свою машину это вообще непонятно сейчас будем применять технологии вот она нашлась наша машина не так далеко осталось все погрузить и 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 если снимается почему бы не снять все замороженные продукты специально сумочку те которые требуют охлаждения тоже замороженные в специальную сумку кофе не нуждаются в специальной упаковке вот такие недельные труды вот меня я и meine авто и ну поз pon а вы авто а commit кофе мы набрали ну вот мы решили заправиться здесь не такая чтоб слишком очередь но машин но как вы видите просто очередь идет быстро с такими над ценами на газ люди так не ждут когда бак полностью опустошится заправляют может там по три по четыре галлона покатались и снова заправляем покатались и снова заправляем недавно заправляли биджизи и там цена была уже 3 15 это дороговато потому что там и низкая точка была 301 нам это нравится куска обычно бывают дешевле мы посмотрим сейчас работает на всю катушку шумно наверно да посмотрите какое небо над флоридой первого ноября вот мы сейчас с вами проедемся по разным заправкам 322 7-eleven 357 премиум и 529 дизель это орландо форис сити рот не самая дорогой район города это тоже имеет значение если район не богатый значит цены будут ниже сейчас у нас будет на пути вава посмотрим сколько там а вы обычно очень хорошо держит цены до одно там другое там самоуправление пенсионеры они держатся они контролируют ух как я сказала так контролируют цены пенсионеры наверное следят чтобы там сильно их не обижали они они свои права знают и так ва 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 бум